Ссылка на 449-ю серию на русском в описании. Сестра Мэри, сестра Энн, мать Изабель меня ждет, я звонила и сказала, что приеду. Сейчас ее позову. Ты с чемоданом? Да, я, может, останусь, я не уверена. Нужно поговорить с матерью Изабель. Мэри! Матушка Изабель, спасибо, что позволили приехать. Я понимаю, что я уже не монахиня, но все же... Мне так нужно с вами поговорить. Мэри! Мэри! Что случилось? Мэри! Си-си, Мэри не возвращалась? Нет, не видел. Ее машины нет, и окна в гостевом домике не горят. Что с... Слушай, слушайте, мы должны были встретиться за ужином, но она не появилась. Я не могу понять, что произошло. Я знаю, что она приходила сюда, потом служанка сказала, что она пошла в конюшню. Я пошел туда и встретил там Мэйсона. А что Мэйсон говорит? По его словам, они были вместе. Но она ушла, и теперь он тоже не знает, где она. Он бы не сказал, если бы это не было правдой. Си-си, твой сын пытается разрушить мою семью. И я не собираюсь. Подожди. Не веришь мне? Спроси его самого. Спроси кого угодно. Такой он человек. Простите, но я пойду в гостевой домик. Она исчезла. Она жена Марка. Пусть он ее ищет. Ты меня удивляешь. Ты стараешься сохранить брак, которому так способствовал. И ты не представляешь, как несчастна Мэри в этом браке. Если она и несчастна, то это ты этому поспособствовал, бля. Да, я потерял ее. И не мешал ей жизни. Но с сегодняшнего дня все изменилось. С сегодняшнего дня я буду вмешиваться во все, что с ней связано. Марк сказал, что ты пытаешься разрушить брак. Он так сказал, да? Мэйсон. Ты всерьез думаешь, что он оставит Марка ради тебя, бля? Нет, Анелл не отступится от клятвы. Эта клятва и для меня священна. Пока я не узнал, как бы она не замужем вовсе. Не хочу вдаваться о подробности. Слушай, не лезь ни в свое дело, понял, блядь? Извини, отец, но я не хочу с тобой базарить. Тише! Успокойся! Не сопротивляйся! Я же сказал, что пришел сюда только чтобы оставить письмо. Ты можешь это понять? Можешь это понять? Пойми же! Пожалуйста, позволь мне его прочитать тебе, ладно? Обещай, что выслушаешь, и я съебусь. Хорошо. Так-то лучше. Дорогая Келли, в последнее время в твоих глазах я вижу только осуждение и страх. Мне больно видеть, что Ник сделал с тобой, но я не могу найти выход. Поэтому решил попробовать новый способ, чтобы достучаться до тебя. Я хочу Келли дать тебе все, что ты хотела с Ником, но не получила, потому что он не тот пацан, который тебе нужен. Хочешь, чтобы я следовал за Керком до дома? Бренда вернулась? Еще нет. Нет, нельзя допустить, и шанс, что он тебя заметит, тоже есть. Сиди тихо. Что это значит? Что Керк как-то выскользнул. Гаси свет. Вот так давай. Как? Потому что он заходит сзади. Я не хочу дать ему шанс убить нас сразу. О нет. Это же не по плану. Мы не знаем, что он может выкинуть. Тихо. Я что-то слышал. Я знаю, что ты там. Открывай. Я никуда отсюда не уйду. Выходи, или я позвоню в полицию. Тед. Тед, ты где? Здесь. Оставайся на месте. Я кого-то поймал. Выходи отсюда, бля. Тед, он внизу. Тед, быстрее. Держись, я иду. Джина, что ты делаешь? Хейли, хорошо, что ты пришла. Зачем ты оставила свет? Ты где? Что здесь происходит? Кто мне ответил по телефону? Не знаю. Мне показалось, что внизу кто-то есть. Я поднялась наверх, спряталась и заперлась. Потом дверь сломится. Тед. Он чуть не вышиб ее. Хорошо, что ты его выпроводила. Я его не выпроводила. Он здесь, внизу. Он бродит по дому. Я ведь закричала для того, чтобы отвлекся. Он от тебя. Ты молодец, умница. Все хорошо, но его надо выпроводить отсюда, избавиться от него. Джина, Хейли. Джина, сегодня у меня не было мужчин ближе его. Между нами могло все происходить. Надеюсь, это еще будет. Ну, давай-ка оставим романтику и займемся делом. Ты меня не понимаешь. Я хочу сказать, что не могу больше ему лгать. Джина, я скажу, что ты жива. И что ты здесь? Да, я помогла тебе, но я больше не могу так жить. Не могу ему больше врать. Мэри? Мэри! Алло. А, доктор Стивенс, как вы? Кто-то вломился в баш-офис? Какие еще записи? Только мои искали? Подождите, вы уверены? А, понятно. Да, у меня есть предположение, кто это может быть. Не могу сказать, пока не уверен точно. Обещай, что все улажу. Спасибо за звонок. Значит, Мэйсон, ты теперь знаешь все. Блин, нахрен, блин! Мне не нравятся наши позиции. Попробую обойти. Знаю. Я могу развестись с Керком. Не знаю. Но как сделать это? Ты же не бросишь Сантану и Брэндона? Не бросишь? Нет, я не могу. Я не знаю, что делать. Керк меня подозревает. Думаешь, я сомневаюсь. Я ему врала, и он это знает. Ловил меня на лжи. И не один раз. Мне нужно держаться от тебя подальше. Это будет ужасно. Побудь со мной сколько можешь. Мы оба знаем, что это неправильно. Круз, подойди ко мне. Я не буду с ним разводиться для вида, потому что хочу родить ребенка. Не уверен, что переживу это. Переживешь, потому что ребенок будет твой. Я хочу, чтобы это был твой ребенок. Может быть, ты оставишь Сантану и вернешься ко мне? Я не хочу, я зла, но мы должны быть с тобой счастливы. Мэри? Мэри, ты здесь? То, что произошло с Марком, действительно ужасно. Но он во всем обвинил меня. Он заставил меня поверить, что в наших несчастьях виновата только я. Он лгал мне. Я не могу простить ему. Мэри, и это ты-то не можешь простить? Я пыталась. Правда. Но я не могу. Я так страдала из-за него. А может быть, со временем все уладится? Может, он вылечится, если получит медицинскую помощь? Нет, похоже, он навсегда останется. Ясно. Что ж, у тебя есть альтернатива? Как ты знаешь, если в Уэллс не могут быть детей, церковь разрешает развод. Ты можешь подать прошение на этом основании. Знаю, но это ранит его. И я думаю, это плохо, нарушать клятву из-за этого основания. Только твоя интуиция знает ответ. Матушка Изабелл, я бы жила с ним и усыновила детей, если бы была любовь. Но я люблю другого мужика. И люблю еще до брака с Марком, любила его. Зачем ты вышла за него? Не знаю в точности. Я боялась этого мужика, отношений с ним. Я многого не понимаю в нем. Его отношения к вещам. Его страсть. Я обратилась к Марку, потому что он был... Я давно его знаю. Он такой надежный. К тому же, в тот момент он откидывался. Было плохо ему. А другой мужик опасен и интересен. Я не уверена в себе и в нем. Другой мужчина не Мэйсон Кэпфелл. Вы его помните? Очень хорошо. Я помню, сколько напряжения было между вами. И, наверное, интереса. Но без сомнения, между вами была искра. Мадер Изабелл, я пыталась вычеркнуть его из головы и своей жизни. Но сейчас я создала, что люблю его и совершила ошибку, выйдя замуж за Марка. Бедная детишка. Какую же кашу я заварила? Ничего не... Все хорошо, можно исправить все. Но начни с честности с собой. Я сейчас в смятении. Можно я останусь и поживу тут немного? С вами вместе? Как долго? Достаточно, чтобы обрести духовные силы и сделать правильный выбор. Полагаю, это тебе и нужно. Я попрошу подготовить твою келью. Уверена, сестры будут рады видеть тебя рядом. Но не используй монастырь как побег от проблем реального мира. Со временем тебе придется вернуться. Ты столкнешься с этими проблемами и справишься с ними. Знаю, мне просто нужно время. Тогда, пожалуйста. Здесь тебе всегда рады. Спасибо. Я должна сказать Марку. Можно позвонить? Сказать, где я? Конечно, звони. Отец Квентин будет в десять. Провести службу и испобедовать. Тебе же хватит времени на обустройство. Спасибо. Это я, Марк. Откуда ты, Мэри? Я в монастыре, в Вентуре. Ты вернулась туда? Да, мне нужно очиститься духовно. Я надеюсь, ты поймешь, Марк. Мне нужно побыть одной. Но, Мэри, тебе же есть обязательства перед поликлиникой, перед Кэпфолами, не говоря уж обо мне. Я знаю. Я договорилась с сестрами. Они меня подменят в поликлинике, присмотрят за Кёрком. А что касается нас с тобой, то поэтому я и уехала. Мне надо решить, наконец, нашу проблему. Мэри, это как-то связано с Мэйсоном, да? Я тебя не понимаю. Ты мне не все рассказала. Я не хочу обсуждать Мэйсона с тобой, Марк. Мне было очень плохо. Меня много раздражало. Я побыть хочу одна. Немножко подумать. Мэри, нельзя быть приходящей женой и уходящей монашкой. Давай не будем спорить об этом. Я не хочу, чтобы ты волновался, поэтому позвонила, но ссориться не буду. Ты не подумал о моих чувствах? Неужели я не заслужил, чтобы со мной посоветовались? Наверное, заслужил, но я не смогла. Мне очень нужно было уехать. Ну что ж, если ты так решила, мне нечего сказать. И не говори. Я еще позвоню. Когда? I don't know. Скоро. До свидания. Иден? Не знала, что ты здесь? Да, я хотела побыть одна. Не хотел мешать? Ничего, просто тут спокойно. Ты ищешь Мэри? Да, думал мы, что она здесь. Ты ее не видела? Нет, не видела. Извини. Я не помешал вам с Керком? Ты его ждала? Нет. Это ответ на оба вопроса. Ты можешь теперь уйти и не говорить, что видел меня? А, вот как. Нет, ничего такого, просто мне надо пространство. Не надо оправдываться, я все понял. Не буду мешать, но если увидишь Мэри, скажи, что я ищу ее. Хорошо. Что случилось? Похоже, Мэйсон его спугнул. Как только он вошел, Керк съебался. Отлично. Мы все провалили, бля. Ничего не доказали, а он теперь будет еще опаснее нахрен. Ты можешь не верить в мою любовь, но я докажу ее силу и глубину, построив для нас дом здесь, в Санта-Барбаре. И буду ждать, сколько потребуется, пока ты поймешь, что это твое место. Со мной. Со всей любовью, Дилан. Теперь ты понимаешь, зачем я пришел. Хочу, чтобы ты поняла, что та ночь, что мы провели вместе, изменила мою жизнь. Я стал другим мужиком. Правда? Да. Звучит странно, но для меня тоже. Брак это было последнее, о чем я думал. Теперь в моей жизни пустота. И в будущем тоже есть оно без тебя. Ты обещал уйти. Я говорю серьезно. Ты сказал, что уйдешь. Это все, что ты скажешь после моих слов? Я уйду. Но сначала... Что ты делаешь? Не надо, Кэлли. Отдай. Смотри, что ты наделала. Дилан, я пыталась только защищиться. От кого защищалась ты? Ты не замочила меня чуть ли? Я просто поцеловать тебя хотела. Кэлли, что с тобой? Что происходит? Кэлли, ты в порядке? Все хорошо, Джастин. Вызови его. Нахрен его отсюда. Слушай, я должен полицию вызвать. Мне нужна помощь. Ты идешь со мной? Все, давай, пошли. Позвоним Нику? Не надо никому звонить, ладно? Ладно, ты сиди здесь, а я в полицию позвоню. В порядке, да? Она-то в порядке, блин. А пострадали только окружающие. Ладно, пошли. Что со мной? Почему я, девочка, напортачила? Хэлли, где ты? Не отвечай. Надо ответить. Тед, я наверху в спальне. Не говори ему, что я здесь. Джина, ну сколько же можно так жить? Еще немножко. Скоро все узнают, что я жива, но в другое время и в другом месте. Если Тед узнает сейчас, то поймет, что ты знала все это время. Ты ничего этим не добьешься. Он узнает, что ты пиздила ему. Узнает, что ты моя племянница. Он будет тебя ненавидеть. Он не будет тебе доверять. И вы никогда не увидитесь. Мне все равно. Пожалуйста. Он идет. Хэлли. Да. Как ты сюда попала? Через черный вход. Закричала, потому что мне показалось, что там кто-то был, и потом пошла сюда. Тут был кто-то, я его загнал. Как ты открыла дверь? Она была открыта. Была? Не было. Когда я был тут, она была закрыта. Ты кого-нибудь видела, наверное, да? Хэлли. I'm sorry. Должно быть, я тебя напугал. Нет, все хорошо. Да ладно, ничего страшного. Наверное, он вылез в окно. Не о чем беспокоиться. Не плачь, ладно. Пошли, я попрошу батона поставить тут охранника, чтобы за домом присмотрели. Давай. Пошли. Так, иди домой, собирай вещи. Я заберу тебя ровно в 10.15 и отвезу в аэропорт. Что бы тебе тут не было. Если я уеду, то мы не сможем выманить Керка. Он не будет знать, где я. И пусть не знает. Мы никогда больше не будем такое делать. Придумай что-то другое. А пока езжай на Габаи по делам. Я не хочу на Габаи. Ты поедешь не туда, а на Альбу Керке. Туда я тоже не хочу. Мы говорим об отдыхе. Я посылаю тебя туда, потому что там живет моя фэмили. Там мои друзья присмотрят за тобой. А что мне там делать? Хотела бы... Я скажу, ты будешь сидеть тихо и отдохнешь. Наймешь адвоката. Зачем? Ты же хотела развестись. А я буду следить за Керком. Начну делать так, чтобы все было заебись нахрен, блядь. Дурацкая идея. Что? Если я с ним разведусь, и он будет жить неизвестно где, и мы точно не будем знать, где он, когда нападет. И что? Мы не будем больше это проделывать. У тебя есть завещание. Перепиши. Есть страховка с ним в качестве бенефициара. Сожги все. Он пытается убить меня не из-за денег. Не удивлюсь, если из-за них тоже. Он хочет убить меня, потому что я тебя люблю. Помнишь, что я сегодня сказала? Я говорила серьезно. Ты мне нужен. Хоть ты и говоришь, что мы больше не можем быть вместе, Керк этому не поверит. И я тоже. Да. Спасибо, Ник. Что там? Он с Брэндой. Керк вернулся домой. Я пойду. Привет, Си-Си. Керк, это принес рассыльное... Я думал, это по работе, и случайно открыл сорян. Ничего, я так и думал. Знаешь, что это? Чек за жерелье. За 20 тысяч баксов. Вы впечатлены больше, чем Иден. Может, стоит ей показать это? Это очень щедро. Знаешь что, Си-Си, я относился к Иден. И к тебе гораздо лучше, чем вы заслуживаете. Я выжил с себя до капли. На Кэпфелл Энтерпрайзе и семью. Но в ответ от меня только ноги вытирают. Керк, подожди минутку. Уверен, ты думаешь, что ты прекрасен. Ты хороший батон. Очень понимающий. Неважно, с кем она и где сейчас. Керк, ты не видел Мэри? Не видел. А ты видел Иден? Нет. А я думаю, увидел. Си-Си, лучше спроси ты. В этом доме мне никто ничего не говорит. Нет, я был бы рад сказать. Но я ее не видел. Это пиздеж. Простите, я протестую. Еще. Я люблю Иден. И буду любить, несмотря на то, что она со мной делает. О чем ты говоришь, нахрен? Что это значит? У нее есть любовник, Си-Си. Да, у вашей дочери. Зову мужней дочери. Мораль. Замолчи. Спроси у нее. Не веришь? Спроси у нее, нахрен. Какого хрена, бля? Посмотрим, какую сказку она придумает на сей раз. А может быть, вам и спрашивать не надо? Может быть, вы с ней заодно и помогаете, нахрен? Мне это противно все. Вы мне все противны, долбоебы. Никому из вас не заверить. Пошли все нахрен. Неудивительно, что Иден такая, раз она выросла в такой обстановке, бля. Насчет Иден, Керк не прав, но про тебя сказал правду. Какую? От жене и тебе. Вы подходите друг к другу. Но ты же женился на ней. Я видел ее слезы каждый день, пока она не бросилась в мои объятья. Вы снова за старое? О, привет, Тед. Ты вовремя. Сегодня день воспоминаний о его ушедшей жене Джине. Столько сентиментальности, знаешь? Прекратите. Аж на улице слышно. Обсуждаем Джину. Вот и разошлись. Почему? Она откинулась. Пусть покоится с миром. Ты права, Иден. От этих разговоров она, наверное, вертится в могиле. Или зная ее в чьей-то могиле. Иден, я хочу с тобой поговорить наедине, если не возражаете. Я знаю, о чем. Пойду позвоню из кабинета. Тед, тебе тоже на пару слов. Батон, я знаю, о чем. Я не хочу это обсуждать. Я даже не хочу... Дэд, у нас было соглашение. Помнишь, я должен быть независимым. Поверить не могу, что пошел на это. Поверить не могу. Момент слабости, о котором я жалею. Дэд, хочешь или нет, но это обещание. Хочешь, чтобы я позволил вам спустить свою жизнь в унитаз? Да. Я правда не хочу говорить с тобой в таком настроении. Херк, наверху? Рад, что ты достаточно заинтересована, чтобы спросить о нем. Он был тут, но съебался, и об этом я хотел поговорить. Иден, Я должен задать вопрос. И мне нужна правда. И хоть раз я врала? Ни разу. Никогда. И мне неудобно спрашивать. Но я должен. У тебя есть любовник? Херк, тебе что-то сказал? Ты теперь за мной шпионишь? Он расстроен, и ему нужно было с кем-то поговорить. Это абсурд и все. Поверить не могу, что ты мог поверить в подобное, что Керк сказал обо мне. Пожалуйста, не говори со мной так резко. Ты сам начал, я только защищаюсь. Не надо. Я не нападаю, я просто хочу знать. Прости. Это... Прекрасное колье. Его же Керк тебе подарил. Да. Ты знаешь, сколько она стоила? Ты всегда говорил, что цену не надо обсуждать. Я тебе покажу, ладно? Экстравагантно. Интересно, кого можно купить за 20 тысяч баксов? Дорогая, он твой муж. Он не должен покупать твои отношения. Может, он научился у тебя. Все эти повышения, продвижения. Может, он приравнивает деньги к любви? Это не первый человек, которого ты так испортил. Я просто стараюсь позаботиться о тебе, сделать тебя счастливой, чтобы ваш брак состоялся. Я тоже этого хотела. Но Керк делает это невозможным. С кем ты ему изменяешь? Это не может быть Круз. Он бы не предал Сонтану. С кем? С чего ты взял, что я изменяю Керку? Тогда скажи обратное. Батон, ты можешь думать, что хочешь. С самого начала ты пытался нас зацементировать. Меня и Керка. Я не хочу, чтобы ты вмешивался в наши отношения, в мою брачную и внебрачную жизнь. Не могу поверить, что ты это мне говоришь. Первый раз в моей жизни. Мне за тебя стыдно. Мне трудно это говорить. Идан уже должна была видеть чек. Думаешь, сработает? Да. Да, я думаю, что сработает. Она сейчас посмотрит квитанцию, все проверит и поймет, что я не мог быть на причале тогда и пытаться замочить ее. Я был у ювелира. Между прочим, украшение ты выбрала здорово. Отличная работа. Уэлл, ты, кажется, вновь обрел уверенность в себе. Для этого есть основания. Вряд ли Идан продолжала бы встречаться с Крузом, если бы знала, что ты ее хотел за это замочить. Случилась странная вещь. Я на Си-Си накричал. Это случайно получилось. Но теперь я думаю, это было не глупо. Я ему сказал, что у Идан есть любовник. Теперь он за это ее будет ругать. Мне ничего говорить не надо. Хотела бы я видеть его реакцию. Драгоценная Идан наставляет рога драгоценному Керку. Впрочем, не важно. Идан всегда права. Нет, нет. Только не на этот раз. Он разозлился. Я видел его. Да, он с ней об этом крупно поговорит и заставит ее измениться, чтобы она перестала меня обманывать к ебеням. Главное, чтобы она чувствовала себя виноватой, как в тот раз, когда ты ее убеждал, что она убила Си-Си. Вряд ли она попадется на эту удочку во второй раз. Нет. Здесь второе... Она сейчас упивается этой виной. Но! Она пожалеет об этом когда-нибудь. И пиздец ей будет. Но зачем она тебе нужна? Ты же не можешь контролировать ее мысли или ощущения. А с таким ситуацией, как у тебя, что ты можешь сделать? Хотя кто знает, на что способна твое новое сердце. Может... Джина, заткнись уже, блядь. Потерял терпение? Не нравится, когда задевают твое девичье сердце? Сердце. Есть сердце. Вот и все. Есть сильные и слабые. Жалко, у нас нет кислородной подушки. А то я бы тебе устроила испытательный забег. Проверил ли бы твою выносливость. Но мне бы не хотелось твои светлые воспоминания о Си-Си затмить. Между прочим, Си-Си был отличным любовником. Тебе до него далеко. Очень смешно. Не скушай меня. Если, конечно, ты не всерьез. Ладно тебе, Кёрк. Пойдем посмотрим на Луну. И пусть разноцветные огоньки заиграют для нас. Ты отворотительная. Не волнуйся, Кёрк. Если кое-что пере... Да бурт, ты проклята, ёб твоя, блядь. Сам управлюсь. Уверен? Да, уверен. Еще надо работать. Прости, что ты во все это попал. Спасибо тебе. Не надо благодарности. Но я хотел бы попросить об одолжении. Конечно. Не для меня, для Келли. Она долго была одна. Эмоциональная и нестабильная. А ты только подливаешь масло в огонь. Ты недалековато зашел для соседа. Мне не нужны советы незнакомца, чтобы видеть ее. Тебе-то что, блин, а? С чего ты вмешиваешься в ее жизнь? Дело? О, отлично. В базу мне сказали, что ты в больнице. Ты в порядке? Спасибо за заботу, мой большой братик. Знаешь соседа Келли, Джастин или как там его, блин? Да, как дела? Хорошо. Что с ногой? Несчастный случай с войны. Старая Шрапнель дает о себе знать. Простите, джентльмены, рассказал бы всю историю, но мне нужно по делам в казино, а вы задерживаете кораблик. Так что извините. Ты знаешь, в чем дело? Не уверен, я в конце пришел. Где это? Дома у Келли. Что? Что он делал у нее дома? Я не знаю, стены не такие тонкие, как ты думаешь. Как Келли. Она в порядке? Да, только немного не в себе. Пойду ее проведать, я бы не подождал бы. Ждар, чего? У меня нет права требовать, но ты же просил помочь ей не как соседа, как врач. Да. Я готов сделать для нее все. Но мой первый профессиональный совет – это оставить ее в покое. Дай мне сначала поговорить с ней. Посмотрим, как она. Хорошо. Мой телефон в телефонном справочнике. Как поговоришь, набери, дай мне знать. Не проблема. Если я могу чем-то помочь еще, я позвоню тебе, обещаю. Да, это миссис Крэнстон. Да, простите за такой поздний звонок. Просто хотела лично позвонить и поблагодарить за это прекрасное колье. Да, оно прекрасное, я его обожаю. Просто интересно. Сколько часов уходит на изготовление его? Невероятно. Знаете, это может показаться странным, но... Как мне кажется, мой муж был со мной в день приобретения. Вы не могли ошибиться с датой чека? Вы пробыли с ним около двух часов? Ну... Значит, я ошиблась. Нет, не, оно прекрасное. Надевая его при каждой возможности. Спасибо. Goodbye. Хорошо, что ты еще тут. Никто тебя не звал, Марк. Когда ты же наконец прекратишься, Мэйсон? Какого хрена ты, блядь, залез в мою медицинскую карточку нахрен? Как тебе понравилось, а? О, тебя ничего не утаишь, Марк. Кража со взломом в этом стране считается преступлением. А ты, работая в окружной прокуратуре, многим рискуешь. Ну, это же просто разговор, а под протокол я буду все отрицать. Если я и залез туда, то жалею лишь о том, что поздно это сделал. Мэри могла бы давно все знать о тебе. Не сомневаюсь. Ты сразу побежал бы к ней. Но должен разочаровать тебя, Мэйсон. Она знает о моем состоянии с самого начала. У нас нет секретов. Ты лжешь, Марк. У тебя от всех есть секреты. Если бы она знала, она бы так не огорчилась, когда ты подцепил ту бабу. Она бы знала, что ты безобиден, блин. Но ты наверняка так все запутаешь, что она винила во всем себя. А в чем я виноват, собственно? Если ты внимательно прочел мою карту, то должен знать, что у меня от взрыва в коттедже это произошло. Да, я понимаю, но ты несчастный случай сумел обратить себя на пользу. Я просто не знаю, что ты за человек. Мэри пошла в мое положение. Мы согласны взять приемных детей. Она любит меня, Мэйсон. Все остальное не важно. Но я-то думаю, что все-таки важно, Марк. Я не уверен, что это любовь у вас. Потому что ее удерживает возле тебя только сострадание и жалость, иначе она давно бы убежала бы от тебя. Может, так и произошло на самом деле? Опять ты ошибаешься? Ты снова попался в ошибке. Я точно знаю, где находится Мэри. Ну и где же она находится? Тебе я этого не скажу. А она мне сказала, что скрывается от тебя. Давай выйдем на улицу, поговорим без чужих ушей. Как скажешь. Да. Рейс 754. Да, спасибо. Пока. Куда ты собираешься? Нет. Отменила полет. Хотели, чтобы я слетала на совещание на Гавайи, но я не вижу в этом надобности. Правда? Я видела чек на колье, Кёрк. Он очень дорогой, и ты не должен был так тратиться на меня. Оно стоило того. Оно идет тебе. Но как ты узнала? Батон показал. Можно было предположить. Лучше бы не показывал. Неважно. Мне оно нравится, несмотря на цену. На собрании о нем ничего не сказали? Бизнесмены не обращают на это внимания. Значит, они дураки. Рад, что ты вернулась домой пораньше, Идан. Теперь я пойду наверх. Я чуть задержусь. Хорошо. Но не слишком долго. Простите меня, отец, мои прегрешения. Уже несколько месяцев. Ты говоришь, Мэри вернулась в дом для гостей и... Поговорить с тобой? Ее машины же не было. Она была здесь. Мэри сказала, что бежит от тебя. Наверное, машину она от тебя спрятала. Она сказала, что бежит от меня? Именно. Она сказала, что с нее хватит и бежит от тебя, даже если мне придется остаться одному. Я согласился с ней. Ты вариваешь, Марк. У меня неприязнь к мужу глубокая. И... Нечистые помыслы в отношении другого мужика. Я виделся с Мэри днем, и она ничего такого не говорила. Она мне сказала, что ей стыдно было. Она ненавидит ложь, Мэйсон. В данном случае она пощадила твои чувства. И ты все принял как должно. Я простил ее. Да ты просто святой, Марк. Без сомнения. Еще одно, Мэйсон. Она просила передать. Пока ее нету, я буду искать работу на востоке. И мы туда уедем. Подальше от всех вас. Я люблю этого человека. Я даже думала оставить мужа, чтобы быть с ним. Мы целовались, обнимались. Но больше ничего не было. Но все-таки я чувствую, что совершила прелюбодеяние. Это ужасно. Я в смятении, отец. Помогите. Я даже сейчас безумно хочу этого мужика. Я хочу это услышать. Это от самой Мэри. А я не хочу, чтобы ты вмешивался. Понял, бля? Ты можешь увезти ее куда хочешь. Но от меня ты ее не спрячешь. Я сочувствую твоему несчастью, Марк. Но если ты сам по-хорошему не уйдешь, я добьюсь, чтобы она была моей. Отлично. Попробуй убедить ее, Мэйсон. Тебя ждет разочарование. Ее ведь нужно еще найти. Ну вот, я вернулся. Как все прошло? Где он? Порядки. Я поговорил с доктором. Нож не сделал глубоких повреждений. Они замотали его. Я отвез его к парому. Ему нужно было в казино. Джастин, спасибо, что помог мне и ему. Представить даже не могу, что бы делала. Не расскажешь, что случилось? Я вошла, а он был тут. Сломал замок на окне и влез. Он пытался объяснить, почему я это сделал, но я была так расстроена, что не могла ничего слушать. Он написал письмо, и я поняла, что он не хотел причинить мне вред, но тогда я не могла мыслить ясно, понимаешь? Так почему ты так испугалась? Несколько дней назад мне снился сон, и все так и случилось. Это напомнило мне в точности, что случилось с тем мужчиной. В любом случае, прости. Это сложно объяснить. Даже сложнее, когда пытаюсь. Я просто... Может, я и сама не понимаю себя. Или не хочу понимать. Тебе было нелегко в последнее время. Может, тебе нужно побыть наедине. Я чем-то могу помочь перед тем, как пойду. Будет неплохо, если немного поиграешь. Поиграешь? Конечно. Спасибо. Пожалуйста. Где чемодан? Я хотела тебе сказать, но не осмелилась позвонить. Керк ждет меня наверху. Что сказать? Смотри, это чек на колье. Посмотри на его дату и время. Должна быть, это ошибка. Нет, я даже позвонила ювелиру, чтобы проверить. Он провел два часа, выбирая дизайн ожерелья. Он не мог находиться в доках в тот же день. Я в это не верю. Кто-то ошибся. Нет. Возможно, мы сделали ошибку. Что, если мы ошибались с самого начала? Неа. Что, если он так ведет себя только из ревности? Получается, я мучила его все это время. Я докопаюсь до правды, как будет время. Но сегодня ты не должна тут ночевать. Слишком поздно. Иден. Придумай оправдание и пошли отсюда. Я не хочу, чтобы ты оставалась. Я не могу. У меня есть сигналка. Я не позволю ему трогать меня. Даже спать не буду с ним. Иден, ты где? Мне пора. Иден. Что ты делаешь? Просто вышла подышать. Что ж, теперь пошли наверх? Да, Кёрк. Мне показалось, ты с кем-то говорила. Говорила, но закончила. Прости, что заставила ждать. Ничего. Теперь пошли. Прости, что заставила ждать.